Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное. Естественно. Мой друг учит тому, как вы можете ходить в Божьем присутствии круглые сутки. Это место, где всё возможно каждому человеку. Смотрите далее. Будет интересно. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Дэвид Хернандес возбуждает во мне ревность. Он даже не понимает, насколько это по Библии. Задача язычников – возбуждать у иудеев ревность. Но был ещё один человек, Дэвид, который постоянно возбуждал во мне ревность. Её звали Катрин Кульман. Лично я считаю, что у неё были очень близкие отношения с Духом Святым. Я до сих пор помню, как она говорила, «Не оскорбляйте его». Он – всё, что у меня есть. То же самое говоришь и ты. И, насколько я понимаю, всё это началось со Слова от Бога, которое получили ещё до твоего рождения твои родители. Итак, расскажи нам об этом. Молитвы родителей обладают невероятной силой. Мои родители возносили особые молитвы за меня и за моих братьев и сестёр. Они молились о том, чтобы моя старшая сестра была в поклонении. Это исполнилось. Они молились, чтобы мой брат был смелым. Это также исполнилось. А за меня они молились о том, чтобы я был чувствителен к личности Духа Святого. И с семи лет я помню, что ощущал духовную атмосферу вокруг. Это удивительно. Первые 30 лет своей жизни я даже и не знал о таких вещах. Ты, как и многие наши зрители, опередили меня в этом. Есть много людей, которые знают о существовании Духа Святого. Многие даже исполнились Духом Святым. Но кто же Дух Святой? Лично для тебя. Для меня Дух Святой — это друг, потому что Он — Личность. Но Он также и Бог. Мы видим в 138-м псалме, что Дух Святой — вездесущий. В первом послании к Коринфянам мы видим, что Дух Святой — Всезнающий. Он знает разум Божий и исследует глубины Божии. Мы также знаем, что Дух Святой — Всемогущий. В Евангелии от Луки мы видим, что это та же сила Бога Всемогущего, которая сходит на человека вместе со Святым Духом. Дух Святой помогает нам молиться. Он дает нам смелость для проповеди Евангелия. Он дает нам силу побеждать грех. Как я уже говорил, Он — Дух Святости. Дух Святой возбуждает в сердцах веру в чудеса. Он помогает принять и стать нам теми, кем нас хочет видеть Бог. Дух Святой направляет нас в глубины Божии. Он открывает небесные сокровища, откровения, которые помогают нам измениться. Дух Святой ходит с нами круглые сутки. Он постоянно с нами, как верный друг, который придает нам сил через Божью благодать, чтобы достичь совершенной воли Божией на земле и исполниться при этом силой. Дух Святой дает нам силу на служение. Он направляет нас в повседневные жизни, чтобы мы не упустили ничего. Дух Святой — прежде всего Личность. Личность Бога во мне. Он живет во мне и в каждом из вас. Он вокруг меня и со мною. Он постоянно с нами. Мы должны воспринимать Его близко, как своего друга. Многие люди называют Дух Святой — Оно, но это не Его сущность. Конечно. Иисус обращался к Нему Он. Он сказал, что Он поведет вас во всякой правде. Он напомнит и откроет. Это Евангелие от Иоанна. Мне не терпится услышать ответ на следующий вопрос. И вам тоже. Поделись с нами тайнами, которые ты открыл, чтобы обрести близкие отношения с Духом Святым. Все начинается с единства с Духом Святым. Первое послание Коринфянам говорит о соединяющейся с Господом. Есть один Дух с Господом. Когда я молюсь, то не молюсь для того, чтобы обрести связь с Богом, а молюсь от связи с Богом. Я молюсь, зная, что Его ухо уже обращено ко мне. Я говорю людям, представьте, сколько времени вы можете сэкономить, если вместо моления о том, чтобы Бог услышал вас, вы просто будете верить в то, что Он уже услышал. Иисус начинал со слов «Отче наш, сущий на небесах», а не «Боже, пожалуйста, услышь меня». Он молился с позиции уверенности. А уверенность эта была связана с единством. Люди часто спрашивают меня, «Как мне получить больше Духа Святого?» Я говорю им, радостная новость состоит в том, что вы не можете получить больше Духа Святого. Все, кем Он был, есть и будет, поселяется в вас в полноте в тот момент, когда вы принимаете Христа как Спасителя. Вопрос не в том, чтобы я получил больше Духа Святого, а в том, чтобы Дух Святой получил больше места во мне. У тебя получается? Я говорю, Господи, я хочу, чтобы меня не стало. Я хочу стать разрывом в ткани времени и пространства, чтобы вечность вошла в творение. Я хочу быть тем пустым местом, носителем славы, когда нехватка чего-то позволяет Духу Святому наполнить нас. Мы часто говорим, я хочу наполниться Духом Святым, но Дух Святой не может наполнить того, кто наполнен собой. И когда мы говорим, «Боже, наполни меня во всех аспектах жизни, пусть мое присутствие станет Твоим присутствием». Наше тело — храм Духа Святого. Если посмотреть на Писание, то мы увидим, что Дух Святой редко является в телесной форме. Все потому, что мы с вами — телесное проявление Духа Святого. Вам не нужно искать атмосферу, когда вы сами являетесь ей. Вам не нужно искать его, когда вы несете его. Я — атмосфера небес, носитель славы. Когда вы заходите в комнату, бесы начинают трепетать. Когда вы заходите в комнату, болезнь начинает ослабевать, ослаблять свою хватку благодаря единству с ним, его потоком. Мы живем в ритме небес и говорим, «Дух Святой, используй меня». Расскажи нам пример о женщине с параличом. Есть одна вещь, которую Дух Святой делает в нашем служении. Мы видим много чудес. По какой-то причине мы видим, как многие исцеляются от паралича. Я служил на восточном побережье. Иисус исцелял многих парализованных. Так почему этого не должно быть с нами? Я люблю говорить, это не нечто особое во мне, а некто особый во мне. Дух Святой — это его дела. Я помню, как служил на восточном побережье. Я зашел в церковь через фойе, проходил мимо радостных людей, которые приветствовали меня. Я пожимал им руки, но одна женщина привлекла мое внимание. Она опиралась на трость. Я видел, что ей тяжело передвигаться по фойе. Я помню, как увидел невероятную радость на ее лице. Она была готова к чуду. Она исполнилась верой. И когда я служил, проповедовал под водительством Духа, это когда ты строишь что-то, а Дух Святой может разрушить, если захочет. Служил, то услышал, как сказал слова. Но у меня было такое ощущение, словно я был слушателем, вместе с другими. Я помню, как сам прервал свою проповедь. Было такое ощущение, словно Дух Святой овладел мною. У нас есть самоконтроль, и это плод Духа. Но это не была потеря контроля. Я просто ощущал некий контроль изнутри себя. Ты работал по Духу, а не по плоти. Я правильно понимаю тебя? Да, это была работа на ином уровне. И когда приходит помазание, я становлюсь другим человеком. Я помню, как посреди проповеди позвал эту женщину. Я знал, что она получит исцеление. Она вышла вперед. Я аккуратно забрал ее трость, отложил ее в сторону и сказал, чтобы она приняла чудо. И там, прямо перед всеми, она начала двигать правой рукой и ногой. Она не могла сделать этого на протяжении многих лет. Все раскрыли рты от удивления. Под конец тех выходных пробуждения, она танцевала на сцене во время поклонения. Это возбуждало в людях веру. Подобные вещи — это проявление жизни в реальности Духа. Дух Святой с нами, и Он реален в хождении с нами. Ты говоришь сейчас о чудесах. Когда люди читают твою книгу, в которой ты объясняешь, как молиться в Духе, то могут ли все верующие принять то, что тебе открыл Бог? Ведь не у всех такое глубокое понимание и восприятие Духа. Конечно, в Первом Послании Иоанна говорится, что все мы получили это помазание. Дух Святой живет внутри каждого из нас. Некоторые люди хотят узнать, как активировать все это. Вот на что нам стоит обратить внимание. В Первом Послании Фессалоникица говорится о том факте, что я Дух, у которого есть душа, живущая в теле. Мое тело — это мой земной костюм. Душа — это мой разум, воля и эмоции. А мой Дух — это моя связь с Богом. Ключ в том, чтобы отдать внешние оболочки вашей сути, той реальности, о которой сказано в Евангелии от Иоанна. Из вашего чрева потекут реки живой воды. Суть христианской жизни в том, чтобы посвятить себя этой внутренней реальности. Это не нечто особенное, только для тех, кто приходит на передачу Сидорота. Это не нечто особенное для того, кто стоит за кафедрой. Первая церковь это понимала. Вот почему Евангелие росло. Несмотря на гонения, они осознали реальность, что все верующие получают свою идентичность внутри, не судя себя по внешней оболочке, но обращаясь к внутренней реальности и признавая тот факт, что я един с Духом Святым, един с Богом и общаюсь с Ним. Это удивительно. Некоторые из вас могли подключиться позже. Вы смотрите на Дэвида и говорите, он весьма молодой парень. Не уверен, что он может научить меня чему-то. Сколько лет ты ходишь с Духом Святым? Сейчас мне 31, я покаялся в 11, то есть я 20 лет хожу с Духом Святым. Он мой ближайший друг. Он был другом для меня в подростковые годы, когда я ощущал отвержение. Все проходят через фазу, когда ощущают себя не в своей тарелке. Я помню, что именно в смятении того времени Дух Святой проявил себя как друг. И с того момента мы были очень близки с Ним. Если бы кто-то получил твою новую книгу и диски с учениями и последовал этим тайнам, которым тебя всю твою жизнь учил Дух Святой, то смог бы такой человек делать то, что делаешь ты. Я верю, что он сделает даже больше. Мне нравится, как ты говоришь, вы можете сделать лучше. Тогда остановимся на этом. Когда мы вернемся, Дэвид помолится о том, чтобы та близость, которая есть у него с Духом Святым, была и у вас. И вы будете действовать в этой силе. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мы с мужем так рады видеть, как наши дети, которым 11 и 13 лет, начали духовно расти, после того, как мы стали еженедельно смотреть программу «Это сверхъестественно». Мы верим, что Бог готовит их, чтобы они могли присоединиться к нашей службе. Ваши учения и свидетельства подготавливают их к Божьей истине. Кроме того, у нас улучшилось финансовое положение. Мы с моим Роджером смотрели вашу программу. Вы молились об исцелении рук, а у Роджера болели кисти рук. Он не мог ничего держать в руках, ему было очень больно. Вы помолились, и боль его покинула. Пусть Бог благословит вас и ваши дела, ведь вы несете в мир милость и любовь Иисуса. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Я знаю, что многие из вас сейчас думают. Так, что он будет говорить о молитве? Вы уже готовы отключиться? Вы думаете, что это лишь для так называемых ходатайв? «Я молюсь, но ты проник в мир, где это в радость». Как ты это делаешь? Это больше не обязанность, а возможность, когда вы выходите за пределы плоти. Можно петь в церкви и не ощущать борений с плоти. Некоторые люди могут читать Писание и не ощущать борений. Люди могут заниматься служением, благотворительностью, добрыми делами и не ощущать борений. В тот момент, когда мы начинаем молиться, плоть начинает крутиться, пытаясь отвлечь. Потому что молитва — это смерть для плоти. Молитва — это способ ослабить свою плоть. Знаешь, один мой друг говорит, «Плоть, прекращай!» Немедленно. Он говорит со своей плотью, «Сдавайся, плоть, тебе конец». А после этого он просто молится на иных языках. Это один из ключей к прорыву. Единство с Духом. Все, что укрепляет мой дух, ослабляет мою плоть. Филиппицам 4 глава говорит, «Не забудьте с ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот один из ключей, который позволит молитве перейти от уровня обязанности и послушания к уровню потока. Я люблю говорить так. «На лопате всегда будет земля, пока вы не дойдете до воды, копая колодец». Молитва похожа на это. Когда я ищу источник воды, мне нужно сначала убрать слои земли или плоти. Когда мы открываем свои нужды, как сказано, мы не должны ни о чем волноваться. Тревога — это беспомощная подделка плоти вместо молитвы. Это очень важные слова, ты должен повторить их снова. Тревога — это беспомощная подделка плоти вместо молитвы. Когда я переживаю, то молюсь по плоти. Вы подходите к Богу и отдаете все, что у вас на уме — ответственность, семья, служение. Я называю эти вещи внутренним хаосом. Это все равно, что подниматься на гору славы с рюкзаком. Вам лучше снять его перед тем, как начать с подъем. Когда я открываю свои нужды Богу и отдаю их в его руки, Библия говорит, что тогда мир наполняет мое сердце. Вот та ошибка, которую совершают многие верующие. Когда они получают этот мир, сбросив бремя, они говорят, «Я ощущаю мир. Спасибо, Господь, до встречи!» И они уходят. Но мир, который Бог дает вам после молитвы, — это не конец пути. Мир — это начало. Дух Святой хочет повести вас в глубины Духа, но Он ждет вас у ворот мира. Многие говорят, это знамение того, что моя молитва пробилась. «Пока, Дух Святой, пока молитва!» Ты же говоришь, что это Бог говорит. «Ты на верном пути, сын мой, дочь моя. Но есть нечто большее. Я хочу, чтобы ты вошел в мои дворы». Да, в этом секрет. Когда ты избавляешься от плоти в такой мире, что она не может мучить твой разум и удерживать от молитвы, то этот мир можно принять. И находясь в мире, я могу войти в глубины Божии, не отвлекаясь на плоти. И тогда я могу получить те вещи, которые проявляются в моей жизни. И когда я говорю «получить», то не имею в виду, что их не было раньше. Я описываю тот момент, когда то, что в вас проявляется во внешней оболочке. Я знаю таких людей, которые молятся на языках буквально весь день. Это важный дар. Иногда я чешу затылок и говорю «как вам это удается?». А они чешут свои затылки и говорят «если ты переживешь те результаты, ту радость, которую я пережил в духе, то разве возможно не делать этого? Они просто этого не понимают». Молитва на языках – это один из самых мощных инструментов, которые Бог дал нам для молитвенной жизни. В римлянам сказано нечто удивительное. Дух Святой молится за нас дыханиями, неизреченными по воле Божьей. Он страстно молится за меня, направляя мое сердце к Слову Божьему, к делам Божьим. Люди ездят по всему миру. Многие великие мужи и жены Божьи возлагают на них руки, и это чудесно. Но подумай, вот о чем. Дух Святой желает сам возложить руки на тебя. И ключ к этому – дар говорения на языках. В первом послании к Коринфянам сказано, что «Когда я молюсь на языках, я говорю с Богом, и мой Дух назидается». Там говорится, что «Когда я молюсь на языках, то молюсь в духе. Когда я молюсь на языках, я связываюсь с молитвами Духа Святого. Я молюсь о том, о чем молится Дух Святой. И когда я молюсь на языках, Дух Святой молится за меня и через меня. Он говорит, я сам помолюсь за тебя, если ты дашь мне свои уста. Я сам возложу на тебя руки, если ты дашь мне руки. Многие люди избегают этой молитвы, потому что не видят прорыва. Я знаю, почему люди не могут молиться на языках. Им не нравится этот ответ, хотя это правда. Люди не могут молиться на языках, потому что это связано с их эго. И когда я говорю «эго», то имею в виду не только гордыню и надменность. Эго — это страх, сомнения, тревоги. Люди пытаются принять дар, но говорят, ну, это я. А что, если это не Бог? Что, если я пытаюсь силой насадить то, для чего нет воли Божьей в моей жизни? Подобные оправдания плоти не позволяют нам получить этот дар. Хочу рассказать одну историю. Был один мужчина, который учил свою дочь молиться. Он направлял ее каждый вечер. А потом он решил позволить ей молиться самой, чтобы она научилась говорить с Богом. Однажды он проходил мимо ее комнаты и решил послушать ее молитву. Она не молилась, а повторяла алфавит. Она пела А, Б, В, Г, Д. Так повторялось два или три вечера. В итоге он пришел и сказал ей, что это не молитва. Он подошел к ней и сказал, милая, послушай, мы говорили о том, что нужно разговаривать с Богом. Ты повторяешь алфавит. Ты должна разговаривать с Богом. А она ответила, папа, я говорю с Богом. Просто я повторяю ему алфавит, а он может упорядочить буквы, как захочет. А вот что вы делаете, когда молитесь на иных языках. Дух Святой может наполнить лишь то, что пустое. Если я молюсь с пониманием, смыслом и прилагаю намерение к словам, но если я молюсь звуками и буквами без значений, я отдаю все это Духу Святому, чтобы он наполнил. Это делается по вере. Дайте Духу Святому вложить силу Божию в такой поступок детской веры. Когда дело касается принятия дара, мы должны перестать верить лжи, что мы не можем контролировать это. Это величайшее откровение, которое мы можем получить, чтобы преодолеть эту преграду, это тот факт, что вы контролируете дар. Почему апостол Павел посвятил целую главу тому, как контролировать дар, если этого сделать нельзя? Ключ вот в чем. Хватит мудрить, хватит анализировать, хватит сомневаться. Иисус сказал, что если вы попросите Духа Святого, я не дам вам что-то другое. Доверяйте Его Слову и высвобождайте звуки в вере. Тогда Дух Святой придет и добавит смысл. Все, что мы делаем духовно, делается в партнерстве с Богом, объединяя практическое со сверхъестественным. Если вы сделаете трудное, Бог сделает невозможное. Я хочу, чтобы ты помолился и высвободил присутствие Божие, чтобы мы жаждали этого единства, жаждали отдавать себя Духу Святому и делали это каждый день. Отче, во имя Иисуса, я молюсь за тех, кто принимает это сейчас. Я прошу Тебя зажечь их сердца. Ты сказал в Своем Слове, что Дух Святой зажигает наши сердца любовью к Иисусу. Я прошу Тебя сейчас. Некоторые из вас ощущают жар и электричество. Не бойтесь. Это присутствие Духа Святого. Это реально. Примите это сейчас. Отче, во имя Иисуса, пусть они ощутят эту силу свыше. Укрепи их и возбуди в них жажду по Духу, как никогда ранее. Поведи их за пределы и окуни их в глубины Духа Твоего Святого. Я хочу, чтобы вы сказали это, потому что верите. Во имя Господа и Иисуса Христа скажите сейчас «Аминь». Аминь! Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом... создать в себе самом... дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я доктор Сандра Кеннеди. Мне не терпится поделиться с вами самым удивительным чудом, какое я только видела. Не пропустите. Следующий выпуск передачи — это «Сверхъестественно» с Сидом Ротом, в котором я расскажу вам о разных создателях и сверхъестественных истинных исцелениях. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно, еще до сотворения человечества. Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.